ребята слушайте эту песню это на испанском языке пугачёва правда чтобы вы знали здесь тоже такая песня есть точно точно наша песня правда вот прикиньте я всегда прозревала последний раз последний раз последний раз смотрите улица называется канарец а у нас и правда ребятки сейчас начинается как на канарах погодка ну все сегодня парковалась наверное полчаса вот буквально опаздываешь немножко да чуть-чуточку на 10-15 минут и пипец ты парковку хрен найдешь потому что все приезжают на работу или уезжают мест вообще нет вот эти вот деревья ребятки все-таки напоминают как вроде бы джунгли правда какие прикольные корни растут это же представьте да то же дерево уже бросает корни прямо на ветках во природа какая красотень правда доброе утро мои дорогие доброе утречка вам как у вас начинаются выходные у меня чудесно а денек так и шепчет дорогие мои так и шепчет только гляньте какое небушка сегодня красоте и так что мы там говорили о погодке ребятки у нас буквально на днях очень резко поменялась температура поменялась именно потеплела я вот такой кожушок купила себе резкое потепление прям ну пипец такой еще сейчас весна уже начинается хотя в принципе и правда говорят аста тринтау надымаю но такие тайны саю ну шоу объясняется что подождите у нас что февраль впереди и мужа погоды могут быть ну как говорится меняться резко но честно я вам скажу у нас резкое потепление у меня у мамы вчера башка болела это пипец переживает говорит боже что-то такое римом такие перепады резкие нормальный здоровый человек тоже не выдержит меня тоже вчера голова болела же смотрите машинки с утреца прошлись прогладили пляжик так культурненько чуть-чуточку хотя летом они будут полностью весь пляж так прочесывать чистить именно я помню мы с моим один раз вечером но летом решили на море пойти набрали всего силе у так вот знаете сидим и видим вдалеке но уединились называется трактор едет вот это вот прочищать все я думаю так объедет хренушки а это же летом было а летом они чистят прямо полоска в полоску что вы думаете ребята он стал перед нами утром на и не двигался наверно помните да это видео мы так прикалывались и начинайте фарами по бреда самое на мути по поднимайте попы ребята не на шаг не сдвинулся мы собрали свои шкамадки и передвинули на другое место представьте на обратном пути он нам опять вот сигналил поднимайте жопы ну блин дутормознули пипец но насмеялись это гайки вы головы нас видели опачки 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 ребятки а вот и мы и к нам дошло какой кошмар ребята вы вообще в курсе да что происходит везде вы только посмотрите прикиньте я только что у мужика спросила он говорит то не переживай это не пластмасс смотрите сейчас я на виду видите да оказывается говорит что это водоросли такие а я уже думаю что это пластик которая перегоняет видите рвется пластик которая в португалии авария была знаю в курсе вы ребятки или нет дело в том что была очень большая авария в португалии корабля одного где упали контейнеры с пластиком ну с зернами пластмасса понимаете да и вот была заваруха очень сильно именно побережья испании с другой стороны вы поняли где португалия идет и наверх все пляжи полностью забиты вот этим вот семенами и люди выходят на улицу и собирают их вот эти вот к один за одним эти зернушки ну принципе представьте говорят она ничего страшного не будет а вот только прикиньте да вот это вот в нашей природе на рыбки наши ну и конечно говорят что для фауны ничего страшного нет ребят ну пипец вот кто рыбу ходил ловить правда мы закидываем бывает на пластмассовые хренушки такие и они клюют это представьте сколько рыбы будет тут именно хоть это и север испании но все равно поймите хоть это другое море получается но все равно они-то сливаются во всем этом я честно сколько живу из такого зрелища еще не видела а прикольно правда так самое интересное да вот посмотрите они почти все одинакового размера такое ощущение шипот ну так ну почти одного и то же как вроде бы один и тот же размер слушать а может это и правда этот пластик хрен его знает гляньте но он рвется я думаю пластик не будет так растворяться правда смотрите как прикольно а вот такая вот длинненькая это наверняка водоросли кстати девчонки вы там написали некоторые за мой кожушок что я купила девчонки если честно вам сказать кожушков вот таких вот у нас в каждой семье испанской почти у всех они есть по крайней мере теплые пижамы да это это последнее приспособление ну в принципе она уже давным-давно было просто я чё-то думала а пижамки будет теплее а ну капюшончик как оденешь это просто балду это никакая там не мода это просто вот именно приспособление для влаги для влаги для холода потому что именно эти дома у нас они не приспособлены и абсолютно холоду у нас в основном дома здесь прогреваются все кондиционерами вот представьте кондицион каждый день включены это сколько мы будем за свет платить то есть получается многие люди приспосаблются таким способом просто покупать теплые пижамки и ну конечно на ночь включать нужно но честно говоря это это нормально здесь девочки и кстати в этом году я заметила уму с друзей вообще там даже гости у меня приезжали у всех от пижамы каких-то персонажей с мультфильмов или фильмов или мало ли чего это просто прикол один там зайчиком нарядился другим ржач полный а я вот именно хотела себе грунт вот этот вот ох я обожаю представьте меня вот так вот да сесть на стримчике с этим самым вот в таком нарядике по прикалываться ой люблю обожаю я прикалываться кстати дорогие мои поздравляю вас с выходными у кого у нас сегодня день рождения девчоночки поздравляю тоже вас днем рождения желаем вам отличного дня а провести отлично день зависнуть классно и конечно же что у вас было очень много подарочков посмотрите как прикольно и такого щены бачила представьте с третьего мужчину только что он тоже не знает что то такое представьте вот первый раз такое вижу и живу на на берегу моря пипец что это интересно никто не знает говорит еще может быть это какая-то икра своего рода именно от каких-то рыбок или мало ли от чего ну говорит лучше руками и не трогай а я уже потрогала ничего я потом в новостях почитаю обязательно расскажу вам что это было хотя на эти дни у нас не было шторма никакого странно очень странные вещи происходят по поводу странных вот этих вот существ которые нашли на пляже все-таки я узнала ребятки это оказывается не пластик это оказывается не медуза и даже можно сказать что это не рыба это животные животные гармафродиты эти животные называются сальпа они размножаются именно колониями и может вот эти вот цепи достигать до 20 метров представьте да а кажется когда я ее трогала казалось такое что-то слизистая даже никогда не подумала что это вот живой организм как живой организм но не животное ни в коем случае они живут на небольших глубинах и честно говоря почему они поднимаются почему они появились и почему они оказались на берегу наших морей потому что именно температура в январе это ненормально это ненормально и получается они поднялись нам водоросли наверх когда температура повышается они начинаются размножаться очень быстро это то что я вычитала вот я оставлю вам статью и когда размножается очень быстро конечно же с морем их выбрасывает наверх, и они бы, ну, очутились, короче, на пляже. То есть ничего страшного абсолютно нет, ребятки, слава богу, я бы пришла сразу, руки помыла, думаю, все руками брала, ну, ну, мало ли чего, может, какая-то медуза, ну, непонятно, страшно, люди были ошарашены. Конечно, написали в местной газете, что не переживайте, это все нормально, и я когда пришла, я видела, как чистили пляжи, вычистили полностью, чтобы люди не переживали. И, кстати, это животное очень полезно, организм, этот биоорганизм, очень полезный для нашей фауны, именно морской. Они прочищают эту водичку, так что видели, слава богу, но это животные. Единственное, что ненормально, это вот такие погоды и климат. Пляжи, вы видели, забиты полностью, сейчас люди отдыхают. Я не знаю, будет у нас февраль, и какой у нас будет февраль, а представьте, какое у нас будет лето. Конечно же, наша природа протестует нормально, появится цикл натуральный, сбит полностью. Ну, ребят, что нам остается ждать? Посмотрим, с чем это все закончится. Девочки, вы знаете, написали многие по поводу мамы моей, да? Вот почему наши мамы вот таким вот характером, почему они так относятся именно к вещам, к еде? Ну, немножко странновато по нашему этому самому, правда? Ну, понятиям нашим. Уже пора было поменяться. А вы знаете, написала одна женщина, это, говорит, дети войны. И вот хотела вам именно отметить по этому поводу. У меня мама родилась в 1946 году, когда закончилась война. Именно когда была голодуха, когда люди пухли от голода после войны. Да, и она именно застала все это. Вот именно родиться в такой момент, представьте. Вы знаете, я, наверное, попрошу маму, чтобы она рассказала подробности по этому голоду, как они вообще жили, и будет интересно послушать. Как вы считаете? Ну, все, сесечки, бачу вы, да? Ходячая радио. Делаю настроение у всем. Хе-хе-хе-хе. А у нас вообще здесь карибы, а? Вы только посмотрите. Пипец, лето полным ходом, а? Лето полным ходом. Вот так вот вам интересно придет к нам в февраль в этом году. Как здорово! Вот сегодня мы погуляли отлично. Гляньте, застряли и стоим. Что ж там случилось? А сзади нас толпа стоит, а мы балдеем. Вот так у нас начинаются выходные. А мы сегодня опять погуляли. Чудесненько, дорогие мои. А сейчас стоим и ждем домой, не можем вернуться. Это у нас въезд в Альмерию. Уже минут 20, наверное, едем, едем. Такое ощущение, что мы на ферию едем. У меня такое ощущение, что сегодня что-то там на стадионе есть. Видите, да? Впереди стадион. И полностью вот эти все машины куда-то ломятся. Наверняка, что такое-то сегодня мероприятие есть. Точно, точно угадалось. Сегодня футбол. Гляньте, что творится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...